всем нихао продолжаем ведьмак а геральт чат идем в прошлый что такое в прошлой серии мы поговорили с винцентом он нас похвалил что мы что мы это подождите не отвлекайте вы меня я только начал серию записывать что за бред молчите короче он нас похвалил за то что мы раскрыли саламандру что реймонд это на самом деле саламандра в этой серии мы пойдем в таинственную башню так с куда нам идти о чем не вообще надо по 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 таинственной башне вот благодаря записям колькштейна я смог найти еще один сифер и нашел пять фиротов осталось смысле не понял ну-ка подожди а что здесь так запись идет 4 а будто сам с собой разговаривал так подожди а что нас ждет в лечебнице с лебеды не понял ну-ка я спокойно могу войти нет я могу выйти оттуда но войти не смогу пацан здорово садовник здорово так идем спокойно входим спокойно никому платить не надо теперь так да подожди почему он показывает в лечебницу нити здесь сифер от находится или что алтарь милителя не простил мне нету ничего для тебя сундучок так черный порох белое вино мне не подходит не надо спасибо спасибо странно слушай странно очень странно здесь еще есть то что мне нужно больные пацаны на меня их на и холера не действует ушами здоров только быстрее мне нужно работать до встречи до встречи да ничего нету подожди нас обманули не понял реально не понял сейчас втянемся в игру может быть надо ночью прийти дополнительная информация из глоссарий так глоссарий сифер от где он глоссарий здесь очень большой глоссарий поэтому видимо киев волшебники гномы ну и чё а сифер от это что сопряжение сфер нет лишь тех нет культ милителя краснолюды история заметки калькштейна так может быть у него что то есть неохота это все читали на самом деле что то здесь как-то прям прилично пленочи я собирался идти в тайственную башню ли пойдем попробуем туда сходить может быть там что-то появится но я просто не знаю что делать я-то думал мне туда можно так попасть мне оказывается эти сифироту надо искать еще что-то как-то печально все сейчас быстренько переместимся на болото единственную башню и там посмотрим уже и там мы увидим что нам надо сделать на вид вы не есть и мире да я вообще не оттуда не оттуда я с другого края вот оттуда здорово тренд да я в курсе и время до поехали до готов я господи что сейчас посмотрим что там в таинственной башне вообще пропустят ли меня туда может быть там двери какие-то не откроются я просто мимо нее пробегал вот но саму башню зайти не пытался сейчас мы попытаемся это сделать если у нас получится что-то первый ведьмак довольно долгий если честно не ожидал что он будет таким долгим так скипнуть можно я это вижу миллион раз можно до добрый господин нужно мне не нужно и сегодня утопцы с ними мы драться не будем это пустая трата времени и ну в принципе можно ради очков опыта с утопцами подраться но я думаю что это бесполезно уровень персонажа так пункты опыта вам необходимо набрать 153 тысячи пунктов опыта чтобы перейти на следующий уровень смотри-ка мне чуть-чуть не хватает в ради прикола утопцы сейчас убьем посмотрим сколько не дают за утопцы 152 194 короче я уже забыл блиныч они же по одиночке не ходят лан давай давай плавуна загасим 1 одному не получилось шляпа шляпа вам потом на видео посмотрю сколько у меня было плюс бежим 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 быстро убегаем какой меч геральт ты что забудь о нем подожди я куда я бегу куда мне стрелка показывает обелиск хоббились что-то я еще не в них тему на самом деле реально отвечаю вообще не вникают что происходит не играл месяц где-то парни стойте там не ходить сюда все отлично они застопорились смотрим 152 194 но нормально кстати смотри-ка можно можно на утопцах поиграть тихо 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 пропустил сколько там опыта дали просто до следующих красиво очень даже неплохо полоска почти накопилось ну так конечно мало до мало дают он но в принципе до врагов много то вполне вполне можно на что-то накопить оклады не отвлекаемся идем таинственную башню желательно ну да да мне почему-то на место силы показывать сюда ничего нету у меня тоже ничего нет сюда положить прикол у геральт не ничего не буду делать телепортируемся в лабораторию колькштейна когда в таинственную башню сходим я правда забыл где она башня мага может это да все верно так ну погнали надо было через дом дедушки пройти что-то затупил через его дом очень неплохо можно пройти к башне мага спокойно спокойно идем 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 ухты сколько их здесь я сейчас походу целую пачку соберу это жесть да походу до печально это будет печально остатки возьми до отстаньте от они слабые пацанчики слабые можно от них избавиться быстро так здесь ничего нету мне надо за эти кусты как-то а вот это дом деда получается да а там дальше будет башня мага вот здесь где-то охотни есть стоп тихо 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 геральт спокойно ты чё ничего себе вот это он выдал это его дико выбесило все прямо по жесткому так смотрим чё здесь да в обелиск тоже надо что-то положить рот скорее всего эти ладно хорошо а вот она башня мага так дверь башню надо как-то пробраться по тихому остаться да слушай смотри в башню мага заперта да ладно серьезно полин и печально на самом деле я рассчитывал что я здесь найду ответы на свои вопросы а вопрос в том не сала гора это плохо это плохо ну-ка так тихо запись идет все хорошо их так что-то мне не сосредоточиться давно не записывал ведьмаков и всяк всякие игры и чё-то я как-то это маленько отвык да что такое красиво да ты бежишь сюда да что ты такой какие вы надоедливые боевая серия какая-то так все хорошо избавились от дурачков теперь можно спокойно зайти в дневник посмотреть чё чудес это-то-то контрактные хенопсов для садовника я этих хенопсов так и не нашел для могильщика 6 горшков собачьего жира так ведьмачьи секреты секретовые зимы детективу нужно время чтоб проанализировать новые доказательства вот поехали короче к нему сейчас а потом уже наверное будет видно чего нам делать так надо короче к детективу идти хорошо я понял это мне как-то а вот вот сюда мне надо хорошо хорошо надо как-то пройти безопасно безопасными путями пойдем здесь хотя не это небезопасный путь могут убить тихо тихо герой течу сам прикол что купил ведьмак 3 на стиме недавно а второго а второй ведьмак недоступен в рф я такой ну класс вообще не хватает теперь только ров из мака для полной для полной коллекции так что так вот так а я здесь со всеми говорил кирпичник обелиск еще один что это да ничего не было нормально хочу эту плюту можно же телепортироваться в лабораторию колькштейна сразу через эту через блин через место силы вот я забыл ладно ничего страшного что-то напугался ничего страшного хорошо можно телепортироваться по-быстрому поехали все отлично я уж думал опять этому болотнику платить деньги целых пять оренов за пять оренов я могу себе ковер снять в таверне нормальный так колькштейн у тебя ничего здесь нового не появилось ничего нет еще еще монет кстати гусиный жир не нужен колькштейн хорошо с тобой потом поговорим ай этот гусиный жир сейчас мы пойдем к детективу и посмотрим чё с ним вообще делать я просто не знаю как с ним общаться потому что он же не настоящий по факту надо будет как как-то с ним базарить вопрос как я посмотрим чё посмотрим забираем нельзя но это подсказка на то что детектив ты не настоящий рима элементарно птичка у тебя здесь появилась ты уже на втором этаже сидишь да это кто разработчик игры и мерзкий кинжальчик у нас здесь хорошо поехали и не поехал что дожди стоп удачи подожди причем здесь могилу ну-ка дай-ка f5 я помню что мы ходили к могиле по моему ну-ка что ну-ка 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 так я собираюсь взять могилу он сражается на стороне саламандр тебе надо его убить это будет непросто но я попробую окей я просто не помню мы по моему с могилой договаривались в какой-то серии или мне кажется честно забыл что я думаю что да 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 мы с могилой договаривались о том что короче реймонд не настоящий отличные новости и будешь рад реймонд ты убил могилу конечно он больше не будет нам докучать но новости в другом скоро мы схватим евведа у меня есть план мы отомстим за твою семью а могу я узнать в чем заключается план я хотел действовать в одиночку но если ты хочешь помочь разумеется хочу в конце концов ты мне платишь к тому же мы теперь друзья да друзья значит вот как мы поступим поскольку мы лишили его правой руки могилы теперь мы сможем сыграть на том что нужно ему и его прихлебателю к алькштейну и что это магические секреты скрытые в башне на болотах я знаю как ее открыть и мне нужно чтобы ты кое-что сделал конечно чем я могу помочь пойдешь со мной на болото а когда я открою башню вынесешь для меня тайные книги нельзя чтобы они попали в руки еведа можешь на меня рассчитывать когда отправляемся немедленно мы должны получить то что спрятано в башне все книги и свитки и использовать их в качестве приманки для нашего друга а как ты собираешься открыть башню этот камень ключ от башни или часть ключа просто постарайся заинтересовать этим калькштейна как мы и договаривались прекрасно я должен подготовиться к столкновению ну короче понятно слушай нормальная тема пошла вот пошел сюжет пошел пошел наконец-таки пошла тема а то надоело бегать в пустую по болотам там убивать тупых утопцев там плавунов всех этих клоунов пора заняться настоящим делом акс калькштейн я иду к тебе меня к тебе разговор золото на здорово сналюдо бегают как не знаю кто как нормальный не могу вернуться к работе я вот тоже не могу я не я не то что не могу я не хочу не хочу работать но мне приходится работать поэтому видео затягиваются на месяц на два про стримы и вообще молчу так что так вот смысле так еще раз подожди я должен подготовиться к схватке с не понял я пропустил элькштейн а чё не так то я хочу как мне попасть выйдешь из западных так ну понятно пока ясно не понял надо было еще раз с ним что-то говорить что-то я пропустил видимо надо было еще диалог какой-то сотворить сейчас посмотрим посмотрим у нас на погода так хорошо нет стоп а чё там была за так ладно я думал там что-то было казалось где реймонд тем слился или он пошел на болото там пошел на болото да вы прикалываетесь что ли туда-сюда туда-сюда бегать до вывеска просто меня с толку сбила реймонд марлоу сыщик нормально общество сделала меня таким вот и я про то же ну ладно давай попадем на болото и там уже будем разбираться с нашим другом по имени реймонд марлоу почему на болото нельзя переместиться через телепорт у калькштейна это прям печальная история было бы намного быстрее но разработчики решили сделать по-другому чтобы затянуть геймплей скорее всего не знаю не буду выдумывать только буду догадываться и все так трэн перри вы г а а а а а а а а а и снова мы здесь добрый господин добрый господин тебе нужна лодка нет я не добрый и мне не нужна лодка я злой геральт из ривии ведьмак не люк мутант все на этом все так бежим в таинственную башню агейн over and over агейн так останки кстати еще валяются с прошлой битвы это неплохо булькой там страшно я туда бегу нет не туда соответственно сюда да вот так вот красиво бежим реймонд меня там уже ждет блин я не с той стороны пришел я пришел не с той стороны ребята простите я не зашел не на ту улицу ребят все нормально ваша территория понимаю все прекрасно понимаю одобряю защиту своей территории я ухожу не хочу с ними драться они такие нудные ребята ну да у пацан пацан о чёрт 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 вот он и хиновский наш чёрт чё происходит у микрошки тенопсы жёсткие да господи у них у них сильный стиль по моему да и хиновцы появились его здесь не было мне кажется корневище да споры хорошо хорошо заберем все надо еще парочку этих клонов встретить и будет неплохо не 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 ребят давайте без этого да вот он вот он реймонд чё чуть-чуть не хватает чуть-чуть не хватает одного наверно надо убить так давай-ка мы сохранимся здесь сейв даже вот так вот я сделаю пустую ячейку все битва пойдет сейчас тема пошла скоро ты узнаешь правду не нервничаешь лучше сосредоточусь на задании мне принести из башни книгу да и побыстрее нельзя чтобы калькштейн нас опередил надеюсь этот убийца заглотил наживку я этим занимаюсь все нормально калькштейн уже как бы нормально все он идет он там где-то в смысле элементарно почему закрыто меня обманули да и побыстрее нельзя чтобы к я этим за а ошибочка вышла какая-то слушай чё-то как-то чё-то я не то сделал что-то не то я провожу раз что-то я не то сделал это жесть или жесть что делать будем а какую наживку он должен был заглотить я не понял сколько там а трех эхенопсов ясно три корневища эхенопсов надо слушай а чё делать то будем я пока не понял чё он должен был там заглотить какую наживку у меня с ним диалога никакого не было вот чем прикол вот беда то в чем на самом деле ладно сейчас подумаем надо маленько подумать что-то значит где-то я накосячил жестко ты глубоко в дерьме сказал реймон ты начал мочить плавуна или утопцы я в принципе сейчас тоже глубоко в дерьме потому что я не знаю в чем прикол ты пришел чтобы молиться великой матери я не слишком религиозен милитейли любит всех своих детей даже тех кто отбился от стада очень мило с ее стороны чем я могу помочь я ищу кое-что и наткнулся на указание которого не могу понять хорошо что ты пришел сюда богиня бесконечно мудра указание говорит о троичной богине вот прочти сама 3 лица да это похоже на милитейли смотри на статую с тремя лицами богини а жертва милитейли принимает в жертву только плоды природы фрукты растения цветы она не любит когда во имя ее кого-то убивают так пришлось подглядеть короче где эти сифироты потому что пока я их не найду мне вход в башню воспрещен это конечно прикол жесткий где-то значит я проворонил что-то и вот надо найти сифироты и я не понимал почему значок ведет сюда расскажи мне про вашу богиню мать всего живого богиня любви плодородия и исцеления почему статуя изображает три фигуры как все женщины богиня имеет три лица которые отражают изменчивую природу ее силы что это за лица молодая беззаботная девушка зрелая беременная женщина и сгорбленная старуха на склоне лет понятно чем я могу помочь и все так это хорошо что ты пришел указание говорит о трои три лица да это похоже на жертва милители принимает в жертву только плоды природы фрукты растения цветы она не любит когда во имя вот вот в чем фишка мне надо на алтарь принести фрукты цветы и так далее вот в чем дело а я не понимал в чем мне делать алтарь милители попробуем есть сначала чернику дать а куколку тоже можно дать смотри получен сифирот я нашел 80 фротов осталось всего два очуметь ты серьезно ты серьезно я короче столько времени да ворота к дамбе все погнали на дамбу я это обрежу и появимся уже на болотах короче перепробовал я все все темы так и да чё-то встал животные готовы к жертву приношения короче перепробовал я все подряд и в итоге мне надо было просто поговорить с ваской вот чем прикол чтобы оживить голема вот то беготню всю вырежу там видно будет это кто это ктулху какой то надо побазарить с ней владыки вот уже близко офигеть ничего себе а я с ней что не говорил что ли у нее товар есть странно мне казалось что я с ней разговаривал но я с ней разговаривал наверно когда она на улице была ладно хорошо владыки вот уже близко контент пошел так вот мы можем поговорить калькштейн из визимы алхимик говорит что вы знаете что-то о башне мага и стражи давным-давно могучий колдун жил на болоте он искал одиночество и его ученик был его единственным спутником все изменилось когда в его жизни появилась женщина начало как в сказке но конец как в жизни ибо это была злая женщина маг утратил свое сердце себе на горе он выполнил все ее прихоти она использовала себе на благо его могущества кто была эта женщина неважно слепая любовь сотворила для мага гибель он призвал силы которые не мог контролировать он умер и башня его обрушилась прекрасная история но что же со стражем любовница мага была наделена силой она могла предрекать судьбу и маг подарил ей колоду особенных карт таро согласно ее пророчествам он изобразил события будущего на каждой карте и в жилище мага охраняли големы глиняные великаны которые трудились без устали те что пережили ярость времени остались на кладбище где они лишенные жизненной силы омываемые дождями стоят неподвижно один из них охраняет башню да самый могучий голем был привратником сторожил вход в жилище мага одна из карт таро башня показывает как голем будет возрожден в будущем и это вновь откроет башню возьми эту карту мне она больше не нужна лишь глупцы глумятся над водными владыками и хотят жить в сухих землях когда придет срок рыбы пожрут глупцов жесть какая-то так давай поговорим с ней еще пока мы здесь так до меня здесь был один ведьмак беренгар хорошо до меня здесь был еще один ведьмак беренгар он он задавал странные вопросы про алхимию и бродил у башни волшебника его послал алхимик калькштейн без сомнения а потом мы наткнулись на его окровавленные вещи в глиняном карьере спасибо вас к беловолосый я видела следы битвы но тут не было монстров только люди злые люди из пустых земель огненные ящерицы не попадайся им ты мне нужен живым а зачем я тебе нужен живым интересно так хорошо давай обсудим работу жить на болотах жить на болотах должно быть ужасно скучно нам не на что жаловаться целый день мы трудимся по вечерам слушаем легенды играем в кости о надо нам сыграть как-нибудь владыки вот уже близко прикол так можно с ней сыграть в кости прикольно так жить на болотах должен давай обсудим работу ты должен помочь один из наших детей пропал этот мальчик путался у всех под ногами за тобой тоже бегал но всегда возвращался до сегодняшнего дня может быть его съели водяные твари богохульство наверняка его забрали друиды они превращают детей в дриад ладно я поищу мальчика лишь глупцы глумятся над водными владыками и хотят жить в сухих землях нужно поискать берингоровую срок я могу сыграть с ваской и что еще я должен расспросить друидов о пропавшем мальчике неплохо смотри-ка подняли квестов из одного разговора из-за одного разговора точнее я и не думал вообще к ней идти если бы я не подглядел я бы через миллион лет только к ней пошел бы на самом деле так смотри куда мы идем дальше я должен расспросить калькштейн васка рассказал мне историю башни чтобы открыть ее я должен использовать карту тарона которая показана как одолеть стражника башни голема голема так и еще секрет берингар я узнал что берингар мертв когда я встречу весемира передам ему эту печальную новость я шел от трупа к трупу саламатор и наконец нашел место где берингар принял свой последний бой судя по виду места сражения он долго он дорого продал свою жизнь когда я снова увижу весемира так расскажу хорошо ясно все секрет берингара короче понятно он сдох это интересно так заблудшивца пойдем к друидам расспросим о пацанчике потом погоним к калькштейну или сначала к калькштейну ну пойдем к друидам ой да это васка сколько я здесь полтора часа бегал я устану резать видео ну ладно ничего страшного я сначала вообще хотел переиграть типа но я здесь запутался там три года что-то бегал лень вырезать отрезать но потом решил что оставлю все как есть ничего страшного в этом нет просто когда переигрываешь то что уже играл эффект не тот ты в принципе все же все знаешь и уже становится менее интересно так бежим к друидам быстро быстрее бежим к пиявкам это просто жесть один разговор с вас к и все и у меня пошла игра я уже думал что я что-то пропустил что я что-то не понял короче что еще что-то о господи ведьмак меня сегодня просто убил отвечаю вот тебе и пацаны здорово парни парни здорово в чем дело я ищу мальчика который пропал из деревни кирпичников хм я молодежи в округе не видел кирпичники говорят что вы похищаете детей и превращаете их в дриад ты что сдурел сюда принимают только взрослых но даже из них не многие могут следовать нашим путем так что ярофант должен искать новых кандидатов дети были бы нам только обузой а что касается дриад у них и спроси до встречи я должен так я должен о новый уровень получил кстати я должен поговорить с дриадами а где с кем с какими а ты а ты не дриада где дриада друи 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 геральт иди ты че ты и ярофант отсутствует он ушел искать новых кандидатов для круга друидов не понял че за бред на вы на у а м чего тебе путник в смысле чего тебе путника лево пацаны вы чего ты не понял здорово уж сильно я ищу мальчика из деревни кирпичников они утверждают что друиды захватили его чтобы превратить в дряду только девочки могут стать рядами среди нас нет ни мальчиков не мужчин я знаю что это чушь нужно было убедиться я бы тебе с удовольствием показал откуда берутся дриады но да я хочу остаться верной традициям бракелона когда мы дряды принимаем мужчину это делается только для продолжения рода и мы не выбираем любого только сильного и выносливого мы должны быть уверены что девочки которые родятся от его семени у нас следует его силу я ведьмак нас можно обвинять во многих вещах но только не в отсутствии физической силы и выносливости я верю тебе на давай будем следовать ритуалу в древние времена мужчина должен был проявить себя как охотник принеси мне волчью шкуру чё за дичь происходит я не понял я должен пойти рассказать васки что она ошиблась своих там этих понятно держи ты прошел испытание и показал себя искусным охотником осталось еще одно препятствие да ведьмаки бесплодны а мы дряды не признаем совокупления если целью не является продолжение рода так да ты со мной только играла успокойся ведьмак обряд продолжается ты что уже потерял терпение даже не попробуешь меня уговорить так не понял совокупление может быть полезным даже и без продолжения рода как объясни о господи чё к чему здесь вообще этот я не понял это чё за такая тема пошла так ну до свидания давай до свидания давай не это не сегодня у нас сегодня другая миссия я понимаю что мне там карточку дадут еще одну но чё-то как-то мне сегодня не до карточек я сегодня слишком много брожу по этому болоту офигеть какое-то бревно уже не идет я сегодня слишком много брожу по этому болоту настолько много я сегодня пытался попасть в таинственную башню точнее хотел попасть таинственную башню и что нет я думал я попаду в таинственную башню в этой серии и потом уже ну как бы то пойдет как по маслу оказалось что нет в итоге я ошибся и растянул это все на две серии и получается мы только в следующей серии попадем в таинственную башню а сейчас мы больше продолжим диалоги потому что я думаю здесь экшона вообще никакого не будет пока что жаль утро труба дымится вижу вижу так с прекрасно пришли мальчик исчез пусть это будет предупреждением для всех мы должны готовиться к чему готовиться владыки вот уже близко прощай лишь глупцы глумятся над водными владыками хотят жить в сухих землях я обещаю привести мальчика домой как бы но я не знаю где его искать на самом деле ну вот реально теперь я думаю что можно полететь к алькштейна на самом-то деле так я рассказал вас ки что исчезновение мальчика никак не связано с друидами и пообещал привезти его домой если найду а куда он меня ведет кстати никуда у него нету слежения просто надо найти пацана и все вопрос где он может быть надо мальков спросить которые здесь тусуются а никого здесь не вижу в принципе ладно полетели к алькштейну делать не говорим с ним и дальше решим что делать мне надо по идее сделать этот игрок гром отвод и получается так это не то обелиск вот этот так 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 ну ладно мне суть черно в одну сторону полетели к алькштейну давай вы издеваетесь надо мной сегодня я уже сегодня утопцев уничтожил целую гору я даже не знаю куда и куда их девать теперь этих утопцев у меня уже столько лута на этих утопцев так вместо силы поехали как к алькштейну полетели так мистер господин к алькштейн ты где вот он сидит жрет здесь по поводу башни да я говорил с ваской на болоте она помогла мне найти карту таро башня там говорится как разбудить стража давай посмотрим на эту карту интересно аллегория но ее достаточно просто расшифровать все подсказки очевидны понимаешь ведьмак многое зависит от интерпретации но мне кажется я понял в чем дело алхимику всегда проще понять другого алхимика просвети меня стража можно разбудить только при определенных условиях во первых его надо разбудить рядом с башней это условие выполнено во вторых чтобы разбудить голема тебе понадобится громоотвод громоотвод здесь нарисован человек в короне это может быть отсылка к королю герману безумному никогда не слышал о германе безумном во время грозы герман взбирался на башню и оскорблял богов обзывая их ублюдками враги убили его попросту сняв с башни громоотвод поучительная история но при чем тут громоотвод вот тебе понадобится приспособление которое притягивает молнию проще говоря прочный металлический пруд хороший кузнец без проблем может выковать такой пруд что дальше и наконец самое важное нам нужна гроза и тут я теряюсь я не знаю как заставить мать природу сотрудничать со мной я что-нибудь придумаю когда у тебя будет все необходимое иди к стражу и прикрепи к нему громоотвод энергия молнии вдохнет в голема жизнь что дальше понятия не имею но уверен что ты справишься когда расправишься с големом сможешь приготовить очень редкий эликсир используя сердце голема вот рецепт посмотрим так пока я должен найти мастер который изготовил для меня громоотвод пойдем изготовим громоотвод потом получается потом будет потом потом будем следовать подсказкам в игре скорее всего на этом серия закончится когда мы сделаем громоотвод потому что она уже и так очень долго но это прикольно это прикольно здесь сделано классно мне очень нравится первый ведьмак конечно что такое могу я купить у тебя что-нибудь конечно золтан а тебе хорошо говорил если хочешь что-то купить поговорить с моим учеником я занимаюсь перековкой оружия и спецзаказами сделаешь для меня громоотвод длинный металлический я знаю что такое громоотвод мы ими пользовались в махаками когда вы люди еще поклонялись бурям да вы и сейчас ничего не знаете о громоотводах сделаешь для меня громоотвод ты меня хочешь достать или просто любишь языком молоть сделаю за 50 аренов договорились я занят приходи позже а чтоб тебя что я пришел за громоотводом он готов твой за 50 аренов 50 аренов как и договаривались аренов аренов пацаны путают меня так получено громоотвод теперь по идее мне надо идти голему вот и поставить в него громоотвод и так я пришел голему сейчас я передам ему громоотвод где он а вот он я должен подождать грозу подождать грозу ну давай подождем грозу в следующей серии потому что здесь скорее всего начнется битва вот и придется что-то мутить так что все ссылки в описании всем до следующей битвы до следующей серии всем пока